Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новой праздничной коллекции от Наташи Диноны, которая включает в себя ее новую мини-палетку из пяти рефилов, которая называется Mini Zendo. Также в новой коллекции можно увидеть два новых оттенка ее матовых помад, которые называются I Need a Nude Lipstick. Так как это все-таки сезон праздников, можно было ожидать хайлайтер от Наташи Диноны, и это случилось. В ее коллекции вышел хайлайтер, который называется I Need a Glow. Он смотрелся очень красиво на тренд-муде, поэтому я тоже почему-то поняла, что я его хочу. И вот я приобрела всю коллекцию. Кстати, на сайте Наташи Динона можно купить ее всю коллекцию полностью, от помад до палетки, естественно, за 100 долларов. Тогда как если вы купите это на Sephora, это будет стоить гораздо-гораздо дороже. И перед тем, как мы начнем наш туториал, давайте перейдем к информации о самой коллекции. Я хочу сказать, что я сегодня ждала весь день свою посылку из Sephora. Я заплатила за экспедиционную доставку и, в общем, получила посылку только к концу дня. Это очень печально, потому что я хотела сделать все-таки все это при дневном свете. Ну да ладно, всякое бывает. Первое, что мы видим и самое главное в этой коллекции, это палетка. Палетка называется Mini Zendo. В ней 5 рефилов, и каждый рефил у нас по 0,8 граммов. Вот так она выглядит. Очень-очень красивая упаковка. У меня нет палетки ретро. Так бы я смогла сделать свочи и сравнить, как они вообще похожи или нет. Но смотря видео на ютюбе, я увидела, что есть небольшая схожесть, но она не настолько огромная, чтобы, знаете, сказать, что вау, эта палетка совершенно другая. То же самое, как и и другие палетки в таком же размере. Два года срок годности, но дизайн, мне кажется, он действительно как-то с каждым годом улучшается и улучшается. Первый цвет в этой палетке называется он Stuck. Это средний темный бургундий или цвет красного вина. Следующий оттенок называется Bare или постельный розовый. Очень красивый оттенок. Дальше оттенок Stripped. Это теплый серебристый коралловый оттенок. Оттенок Daz или Daz, Dais. Металлик со светлым бронзовым отливом. И оттенок Uncovered. Это оттенок пыльный коралловый. Дальше поговорим о хайлайтере. Хайлайтер этот пришел в очень классной упаковке. В том плане, что ничего не разобьется. То есть я так понимаю, что у нее были проблемы, когда она отсылала что-то людям, которые заказывали это онлайн. И приходило все разбитым. Поэтому, в общем, каждый товар, на самом деле каждый товар, он упакован в такую упаковку дополнительно, чтобы ничего не разбилось. Вау! Сумасшедшая красивая упаковка. Я, если честно, с удовольствием бы поставила этот хайлайтер куда-нибудь себе на туалетный столик и любовалась бы им каждый день. В этом хайлайтере 8 грамм продукта. Сделан он в Италии так же, как и палетка сама. И вот так он выглядит. Безумно красивый дизайн. А вот эти полосочки, уф, очень-очень красиво. Мне кажется, это будет идеальный хайлайтер на новогодние праздники, конечно же. Да. Не пахнет ничем. Очень, кстати, классный магнит, что очень здорово. И эта малышка стоит 42 доллара. Вообще даже немало, ни разу. Но, как мне кажется, вы получаете очень даже хорошее количество продукта. Поэтому, надеюсь, это оправдает свои ожидания. Также я взяла два новых оттенка ее новой коллекции помад. Первый оттенок называется Мария. И второй оттенок называется Андрея. Одна из них гораздо более светлая по своему тону, другая из них более темные упаковки. Как вы видите, они показывают, что этот оттенок более светлый. Этот оттенок гораздо будет более темным. Что очень круто, когда упаковка соответствует цвету помады. Вау. Это очень-очень красиво смотрится, ребят. Сделаны, кстати, в Италии. И пахнут они какой-то ванилью. Что-то вот такое напоминает мне. Очень приятный аромат. Сладковато немножко. Оттенок Мария. Это светлый розовый нюд. С нейтральным розовым потоном. Андрея же это светлый нюдовый беж с нейтральным бежевым потоном. То есть, несмотря на то, что они смотрятся очень идентично и похожи друг на друга, они отличаются. И сейчас вы видите на свотчах, как это все смотрится при свотчинге. Время туториала, ребят. У меня уже есть на глазах праймер от Makeup by Mario в оттенке Medium. Начну я, скорее всего, с оттенка вот этого красивого белого традиционного оттенка. Мне казалось, что он будет прям таким, знаете, настоящим белым оттенком. Но он имеет в себе такой кремовый потон, что можно прекрасно видеть на моих веках сейчас. Дальше я взяла оттенок Uncovered. Это чуть более темный оттенок, чем наш предыдущий. Такой, я бы сказала, оттенок запеченного персика. Что-то вроде того. Поместила его во внешний уголок глаза и постепенно растушевываю, чтобы создать этот красивый эффект смоки. Я хочу взять немножко этого белесого оттенка, чтобы подредактировать растушевку на этом глазу. Для сияния я захотела взять самый серединный оттенок, который называется Street, и поместить его прямо на среднюю часть своего века. С этими сияшками, ребят, вам даже не нужно беспокоиться о растушевке, потому что они прекрасно перекрывают любой, ну, знаете, не очень хорошо получившийся макияж. И это просто безупречно смотрится на глазах. Дальше я взяла этот красивый-красивый оттенок, который называется Bear, на эту часть глаза. Дальше я хочу взять кисточку и нанести оттенок, который у нас называется, по-моему, Stripped. Да, это такой красивый серебристо-серебристо-серый оттенок. Я хочу нанести его в уголок глаза. Я решила провести этот красивый серебристый оттенок по всему веку. И вы знаете, мне нравится, как получается это все. Теперь нам осталось затемнить нашу водную линию ресниц с каким-нибудь более темным оттенком. И, скорее всего, я возьму этот оттенок, который называется Uncovered. Возьму вот такую кисточку и начнем. Мне очень нравится, что у нас получается. Я решила сделать такую стрелочку, используя простые темные тени, проведя их по нашим другим более светом теням. И вы знаете, ребят, что? Стрелка получилась просто бомбической. На самом деле, это не секрет, что используя тени, а не, допустим, лайнер для создания стрелок, да, карандаш, вы создадите гораздо более легкий, нежный образ, не такой дерзкий или грубый. Поэтому, да, мне очень нравится, что у нас уже получается. И вот такой у нас получился конечный образ в использовании палетки от Наташи Диноны, ее мини-зендо палетка. И вы знаете, мне очень понравилось. Мне понравилось все в этой палетке, начиная от шиммеров до того, как они ложатся, очень легкая тушевка. Это в меру пигментированные оттенки, с которыми очень легко работать. Я, кстати говоря, прошлась по водной линии ресниц. Я сделала небольшую такую стрелочку, очень хорошо тени чувствуются даже вот здесь вот, где нет кожи, есть только слизистая. Поэтому это круто. Прошлась, кстати говоря, консилером от NARS под глазами, потому что тени могут попадать немножко. А это, в принципе, нормально. Я не стала клеить реснички просто, потому что вот как-то не было настроения сегодня это делать. Если честно, я вместо этого использовала тушь от Charlotte Tilbury, ее Push Up Lashes. И мне нравится эффект. Я считаю, что иногда реснички могут сделать образ гораздо более дерзким, не таким мягким. А вы как думаете? Поэтому, да, давайте теперь перейдем к нашему хайлайтеру. Хайлайтер стоит 43 доллара. 43 доллара. Это вообще не дешево. И вы получаете 8 грамм продукта. И мне кажется, это очень даже нормальное соотношение цены и качества. Знаете, он очень текстурированный на ощупь. Тут вот такие всякие полосочки, всевозможные выемки, которые, когда вы драгиваетесь, вы их чувствуете. И это прикольное чувство. На самом деле, я вижу, что он золотит. То есть, виден этот золотистый потон в нем. Но я не уверена, насколько он будет золотистым на коже. Потому что я слышала, что он может дать вам какой-то серебристый потон, а не золото. Что интересно, потому что все здесь говорит нам о том, что он будет золотым. Самый лучший способ вообще наносить такой тип хайлайтера, это использовать синтетическую кисточку почему-то, ненатуральную. Наверное, потому что она гораздо больше продукта на себя берет. И таким образом вы получаете тот самый эффект супер-супер блеска на лице. Я вас немножко одолела, чтобы вы могли видеть полную картину того, как хайлайтер раскрывается на лице. Я не вижу ничего пока что, никакого эффекта блеска. Ну вот, сейчас я что-то уже вижу. На удивление, он не дает какого-то такого сумасшедшего золота на коже, что очень круто. То есть, я вижу такой естественный блеск, очень приглушенный, не такой сумасшедший, пигментированный, как бывают некоторые хайлайтеры. Мне нравится пока что. Немножко на носик. Я хочу взять немножко более такую узенькую кисточку, потому что мне кажется, что нет такого эффекта, которого я хотела бы показать вам. Мне кажется, что это будет идеальным для нашего хайлайтера. Другое дело, я вижу гораздо более интенсивный блеск. Так, прикольно. Немножко у тебя. Когда я наношу это на свою губу, я вижу золотистые блестки, такие мелкие. Но когда вы наносите его на щечки, почему-то он видится гораздо более серебристым по оттенку своему. Сразу видно, что гораздо больше выделяется зона. Это за счет очень мелкого помола блесток, как мне кажется. Смотрится очень красиво. Теперь самое интересное. Это помады от Наташи Динона из ее новой коллекции. Помады в невероятной красивой упаковке. Если честно, упаковка это, наверное, знаете, она не такая дорогая даже, как помады от Патрика Та. То есть можно увидеть, что мне кажется, Динона как-то выглядит гораздо более... Ну, в ней своя эстетика, скажем так, в этой упаковке Диноны. Поэтому, определенно, эти помады, кстати говоря, даже тяжелее, чем от Патрика Та. Но не тяжелее помады от Тома Форда. Поэтому, на заметочку. Каждая помада стоит по 25 долларов, что, в принципе, не очень большая цена, учитывая, что есть помады гораздо дороже. Первый наш оттенок будет называться Андрия. Это нейтральный нюдовый беж с бежевым потоном, как это ни странно. И я слышала, что оттенок может быть слишком светлым. Не таким темным, как, короче, вы видите его на сифоровском приложении в свочах. Мне не нравится эта помада, если честно. Знаете, если у вас губы сами по себе такого же оттенка, как и у меня, мой натуральный цвет губ, он достаточно, ну, такой темненький. Эта помада, когда вы носите ее, такое ощущение, что вы нанесли, допустим, тон на губы и, в общем, забыли смыть его. То есть он очень белит, как мне кажется. И да, это супер-супер нюдовский оттенок. Невероятный кремовый, кстати говоря. Посмотрите, я сейчас использовала его первый раз. И как помада уже выглядит не очень презентабельно. Это слишком светлый оттенок, как мне кажется. Это, знаете, такая мода двухтысячных, когда у девушек были такие помады, вот, очень светлые, которые невероятно высветляли губы. И это как раз-таки отголоски оттуда. Окей, я видела на сифоре, что, да, она очень светлит губы, но, как бы, не настолько. Самое классное, что помада не липкая, она невероятно, невероятно увлажняет губы. Я не чувствую, в общем, никакой ни сухости, ничего, что очень классно, потому что это все-таки матовая помада. И это мне нравится. Оттенок, к сожалению, не подходит мне. Однако, я уверена, что многие люди будут с ума сходить по этому оттенку, если он вам подойдет под ваш цветотип. Следующий оттенок называется Марье. Это действительно розовый нюд с нейтральным розовым подтоном. Эта помада, как мне кажется, полный провал. Или это просто не те цвета, которые я должна была попробовать. Цвет дешевой розовой помады, то есть я не вижу в этом ничего сногсшибательного. Помада, на самом деле, очень кремовая. Она настолько кремовая, что ощущение, что она вот-вот растает при нанесении на ваши губы. И вот такой у нас сегодня получился конечный образ с использованием новой коллекции от Наташи Диноны. В этой палетке все, начиная от того, как красиво и ровно ложатся матовые на ваше веко, заканчивая вот такими красивыми спарклами, металликами, как они классно раскрываются на веки. Даже просто одним нажатием. Это просто божественно. И я считаю, что это именно та Динона, которую мы знаем, и то качество, которое мы ожидаем. Даже от такой маленькой малышки. Не могу сказать того же самого о помаде, потому что помады... Я не знаю, насколько хороши ее помады в обычной коллекции. Другие цвета, например. Но эти цвета меня вообще ни разу не впечатлили. Окей, они выглядели достаточно светлыми на свочах, на сифоре. Я купила их и подумала, что ну, они выглядят достаточно все-таки мюдовыми. Но не так, что они сделают губы супер белесыми, как будто бы у меня на них тон, а не помада. И это как раз-таки тот случай, когда цена и бренд не могут гарантировать тебе иногда того, что ты получишь качественный продукт. Может быть, я их верну, может быть, я буду пользоваться ими, когда получится. Но, в общем, вы поняли, что иногда нужно смотреть на отзывы перед тем, как покупать их. Насчет хайлайтера. Мне он очень-очень понравился. Мне нравится тот факт, что цвет очень универсальный. То есть он не какой-то золотистый или чересчур серебристый. Вы знаете, мне понравилось все. Начиная от того, как он ложится на кожу, до того, насколько естественны блески я получаю на коже. То есть это не какой-то, знаете, блеск, который видно, не знаю, там, из другого дома. Нет, он действительно очень естественный, что, в принципе, круто. Потому что люди многие очень боялись, что он будет слишком таким и настоящим искусственным блеском. Но нет, у Динона всегда очень хорошие продукты для лица. Такой на сегодня был обзор на новую коллекцию от Наташи Диноны и ее предновогоднюю, предпраздничную коллекцию. Пишите в комментариях, что вы думаете о новой коллекции. Купили ли вы что-нибудь из нее? Купили ли вы помады? И что вы думаете, самое главное, о палетке? Вообще, мне интересно, ребят, вы коллекционируете палетки от Диноны или нет? Потому что у меня уже их три штуки, и я понимаю, что моя коллекция будет расти и расти. Мне кажется, Динон это тот бренд, который тебе всегда хочется, потому что она знает, что она делает. Поэтому, да, будет очень интересно почитать ваши комментарии. Я с вами не прощаюсь, ребят, скоро увидимся. Ваша Юля. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok